алло здравствуйте трубку пожалуйста не вешать я вам представлюсь акцизерного общества альфа банковский столик халимов донисельдарович александр федорович это вы на текущую дату находитесь по думку ли на продуктам на просроченной заболосия по первому один день на тома 200 рублей по второму 75 дней на сумму 1 1800 рублей оплата сегодня поступит нет чем причина без причины не просто на что случилось на каком основании не вешали трубку и сами договорил я не вешаю никогда трубку сами всегда видите 3 минуты на проводе потом молчитесь либо ставить на что случилось почему нарушаете свой договор из банка раз вас все хорошо почему не оплачиваете потому что не хочу на кто он на такое право не оплачивать я себе за право такое не платить вы взялись банк деньги банка марком пошел на встречу добрый вам корень и заработал на мне денег а тут риски потерпел ничего страшного больше фризман не обеднеет требуйте банка платить в течение трех дней решить обратно решение левую банку по увижу подумаю хорошо если оплата в течение трех дней не поступит а по статье 62 64 федеральный закон 229 об основе на производстве случае не оплаты за должности мы будем вынуждены обратиться в суд что можно кончится опись и арестом имущества по адресу регистрации все я жду на также и надо и на не следующее пиртом надо счетов российских банк сегодня успеют но как у себя разговаривать будете так же нагло как и самаре фото дверь мне откроют и все они же не будут дверь ломать а чего же вы боитесь тебя боюсь вашу все хорошо потому это дома шкале вас же все хорошо александр цедорович вас же все хорошо чего боится хорошо конечно я тебя только боюсь такой страшный прям аж колени трясутся от страха кроме того предупреждая что банк может поручить деятельность позыскания сторонник коллекторской организации или уступить права требования вон все рядом уступает и жены закону сотрудники данного коллекторского агентства после их привлечения банков по доказательству может имеет право вы приезжать к вам я один раз я не поеду пускай пивка захватит я непосредственно заводите пускай лично килограмм но может пища колбаска какая-нибудь вкусная вам хотелось бы тратить свое время и личное спокойствие на беседу с данным всегда времени и спокойствие они мне не пользуются если клиент запрашивает на каком основании или как это происходит можно расшифровать я не запрашиваю можешь не шифровать я знаю что никто не все равно не приедет балабок его просто и все вы уверены у тебя все всего доброго а на каком он где вы проживаете скажите пожалуйста александр федоровал там подними кого это самое разу и глазами типа смотри там лично приедешь ну картошки фри тогда и пивка ты захватит что он мешал обратите друзьям к родственникам перед занятия обращал то ты мне не дал денег там миноват а я вам не друг не родственник нет ты мне уже друг и родственник я вам не друг и не родственник в уме незнакомый человек а ты кто мне кого-то есть друзья он мне не друг не родственник он мне за клятый враг проклятый частный собственник зеленых синих белых жигуля так же можете брать он до меня вот и на пень и так понравился даже не потерял я услышал александр задание понравился на ты не честно скажем упал я там болеть давайте вернемся к пути диалога александр федорович да да что за вас оплачивать кредит и будешь калибра за мама папа пойдешь а по я вам друг друга не взрослого человека можете самостоятельно оплатить все давай оплачиваете ты же мне друг и родственник я вам не друг и не родственник заклятый враг проклятый частных собственник требуйте банка я выставил александр задрелывание банка у нас вы прочитаю эти к общему мнению вы должны планировать долейшие шаги позыскания долго не очень долго планирует это уже виновата снова ничего не делайте все ты как всегда будешь в топляне вешать трубку видеть ну давай сделать это было алло алло я вас здравствуйте я представлюсь меня зовут шельхова юлия валентиновна отдела реструктуризации банка тинькофф вероник валерьевна слышите хорошо меня к сожалению хорошо что ты хотела а мы на ты с вами не переходили чтобы никуда не переходим ты не заметила что ли вероника валерьевна вы на основании чего со мной так разговаривается основании своего желания вы считаете что если вы будете со мной разговаривать таком формате ваши долги и что куда-то исчезнут или нет никаких долгов ну как то нет пока кредит на 3 и не было долг а мне что-то говори 11 тысяч пятьсот кредит рублей погромать его водок потом мне что-то говорим и на 3 вероника валерьевна с вами не переходили вы меня с вами переходили у тебя что при ней что ли вероника валерьевна я прошу вас вернуться к общепринятой манере общения да мне плевать разговаривать как разговаривать в таком формате не нужно вы для чего это делаете а ты для чего мне звонить что деньги попрощайники что ли вероника валерьевна что делать простите что слышала еще раз повторите я не расслышала очень тихо лога ведется там в вашем полуцентре вероника валерьевна еще раз повторить вас еще раз переслушать запись они попугают чтобы каждый раз повторять я еще раз вам обманут на 3 с вами не переходили вам понятно или нет но в таком случае у нас диалог с вами не получится и проблема ваша решена не будет не нет никаких проблем оборудить голову свои полечили решили что они есть у меня вы ошибаетесь раз ты пошла на такую работу значит тебя не все так хорошо жизни так что ты сочувствую ранее вы конструктивно готовы с нами разговаривать или нет и на диалог можно мне критерий конструктивного диалога откройте словарь и почитает вероника валерьевна потому что тебе нечего сказать только читай свой скрипт жабы и драться все нахуй вали вероника валерьевна мы вам перезвоним нахуй чаще будешь ходить ты думаешь или или как тебе не свойственно думать алло алло да добрый день ради катимир янович верно звонок и жанга как всегда включена кнопка деньги меня зовут нефедору денис Николаевич наш вам разговор записи собственно звали меня думал понимать какую причину я не знаю чего на что а мы говорим хотите наверное скучно вам работе а чашу и саму телефон не изучать который сами вы наверно на него не звоните поэтому я не отвечаю мы на него постоянно звонить ну плохо звоните значит я видим не отвечаю обиделся на вас а вы будете мне опять нажми на кнопку получше результат нет не будешь нет не буду а почему а вы какие таблетки пьете скажите пожалуйста таблетки ну не знаю ты явно колоперидол я понял уже и что-то для ума да но тебе не помогает все вы смешно и надо меня там я не знаю но вчера соли надо употреблял поэтому спецы не стою поют нажми на кнопку и твоя мечта я каунде у меня там может у вас это семейный какой-то подряд клоунат бесполезно у нас семейный подряд да вот ваших набираем на клоуна в церкви ромашка вот откуда вы звоните и вместе поем короче понятно в общем еще сейчас делаем берете весь свой папа семейный подряд вахапа и то есть петь вот эти песни радик планировал не понял да без разницы короче звоним ради патемельяновича стучим ему в дверь делать еще хотите может там ему песни спеть не знаю по носу красным пожаром какой вас там рабочий ну как я себе могу джеку для звонил кармане и кнопка деньги приказ услышали исполнить все стоит отливаешься давай удачи тебе сегодня здравствуйте здравствуйте микрофинансовая компания веб-банкир специалист отдела досудебного урегулирования барковка александровича тетяна михайловна верно я тетяна михайловна в целях идентификации личности дата рождения назовите пожалуй нет ни на собой то есть вопрос компания веб-банкир компания веб-банкир никаких вопросов если бы вопрос у вас не было мы бы вам не звонили ну я не знаю ты наверно сейчас будешь деньги попросить мне денег не дам когда это мы с вами друзьями стали что на ты перешел спасибо же мне такого друга как ты ты что я по моему джекана михайловна какой друг ты попрощайся обычная вонючая сидишь там вы же почему-то попрощайничаешь деньги целыми днями попрощайничаешь джекана михайловна вы к конструктивному диалогу подготовьтесь с вами повторно а можно мне критерий конструктивного диалога или где у нас находится центра обучения конструктивному диалогу здравствуйте компания приняла решение по вашему договору очень рад слушаю вас к сожалению слышу беспокойтесь какая-ка финанс-кредит плюс сегодняшний день у вас задолженность 8 день сумма задолженности составляет 3000 рублей также сразу скажу разговор записывается а прикольно такая как нас кредит плюс организация выдвигает вам требования на возраст средств сегодня до 17 00 по московскому времени оплата от вас сегодня поступает нет конечно я же игнорирую а по какой причине игнорирую я без причины игнорировать люблю просто в таком случае от оплаты отказываетесь нет не отказываюсь просто люблю игнорировать нет сергей иванович в таком случае фиксируем от вас отказ от оплаты передаем ваш договор в отдел по работе с проблемной задолженностью у вас есть 24 часа на то чтобы изменить а почему зачем ждать что передавать прямо сейчас передовой Сергей Иванович мы вам свои требования выдвинули а я не видел а что вы не прочитаю требования так и подумаем передаем ваш договор в отдел по работе ага xia Yukio быстренько встал передал конечно приложила José Dima Живя и requested Steáp 24 часов есть напрямую в отдел Einsatz 24 часа не надо прямо сейчас передавай прямо сейчас перед Vernive поднимает задницу тяжелую передавай клади на соседний стол Сергей Иванович я вам если đã расскажу давай 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 отсюда пок쪽 ты пошел передавать передавать давай быстренько забегом бегом Сергей Иванович побежал измените свое время измените свое требования все давай поднял задницу и побежал перекладывать тень ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ телефону до очень может быть а ты почему интересуешься потому что потому что мы пилоты небо наше небо наш родимый дом поэтому интересуешься как я в себе спасибо что беспокоишь тебя я не хочу нафиг ей сдалась всякой гастрабайта шизе компания вива деньги а ой пока т.п. за рима яна игоревна ведется книжки на могу услышать можете слышать что-то хотел от нее этого я у нас продолжаете находиться на просрочке 2 я продолжаю дома находите факта и не плюсе пожалуйста микрофон аж противно это что вы говорите не плющим микрофон говорю противно слушать но не слушайте не хотите по телефону подошли на поле на хуй мы будешь плеваться до свидания ждите сотрудников и это компания в правилам направить отлично отлично я буду так же мне наплеваться как и ты алло алло здравствуйте слушаю вас кто вас компания ауэнфокат сусопа и вива деньги макаревич оксана васильевна информируя вас о записи нашего диалога сергей эдуардович это верно это я верно я звоню по вашему долгу 11 тысяч а я думал по телефону звонишь 46 дней вы находитесь на просрочке по какой причине вы не оплачиваете я дома нахожусь ты что-то путаешь вы конструктивный диалог видения ты после того как ты мне споешь Перекресток семи дорог это я Перекресток семи дорог боль моя ну ясно В общем там ситуация не меняется Ситуация не меняется ты меня не поешь поэтому Позeto не меняется Ситуация не меняется Так жеrect Цент安 Что значит NGOs Как настроиться нужный диалог? Помыться, поблиться? Что нужно сделать? Алло? Алло. Для улучшения качества обслуживания разговор будет записан. Алло, здравствуйте. Привет. Компания Вебзайм МКК Академическая звоночка. Какая-то алкогольская звонит, что она опять не похнёт? Зовут меня Дворянкина Антонина Владимировна, ведётся запись разговора. Сергей Иванович. Слушаю тебя, солнышко, что ты хотела? Во-первых, не тебя, а вас, Сергей Иванович. Это у нас здесь двое, а ты почему одна? Ты же водя одна там молчишь, блохи твои... Сергей Иванович. Ты с вами блохами? Оль, ты фотовый. Алло, огонь растеваешь. Значит, послушайте внимательно. Там тебя приходите, присланируйте в компанию Вебзайм. Я понимаю, что МКК Академическая. Всего доброго, до свидания. Иди в блогу, папашайка, и похмелись сначала. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Сбербанк России, специалистка Солкина, Ксения Владимирова. Наш разговор записывает. Дарья Михайловна, будьте добры. Нет, я буду зол, не приглашу вам. Ну, и кем приходитесь? Я и кем-то прихожусь. Кем? Кем-то. Ну, кем? Кто вы? Друг, знакомый, брат? Ну, кем-то. Кто-то, да, я кто-то ей. Как с ней связаться, чтобы вас не успокоить? Ну, я не знаю, подъезжайте, пожалуйста, да, связывайтесь. Ну, зачем нам подъезжать? По телефону-то как с ней связаться? По телефону никак связать. Она у меня в подвале с кляпом в арту связанная сидит. Не могу вам даже. Я вас серьезно спрашиваю. Давайте вы не будете пояснить. Серьезно, я вам отвечаю. У нас кляпом в арту связанная сидит. У нас с ней нерешенный вопрос. Нет, у нас с ней нерешенный вопрос. Она упрощает вам все вопросы. Она говорила вам про нерешенный вопрос? Нет, ее похитили. Сейчас на органы разберут. Так что все вопросы уже не... Ждите повторно звонков, раз не можете серьезно разговаривать. Все, счастливо тебе, папа Шайка Ванючий. Да, все. Смотри. Алло. Здравствуйте. Привет. Щучкина Жанна Василина, инспектор компании «Иверетс». Идет запись разговора. Да, звоним. Я послушал, ты за Щечкина или за Щечкина? Щечкина. Щучкина. Щучкина. Да, Щучкина, да. Однажды лебедь, рапа и щука. Ну, хорошо, что вы знаете. Хорошо учились в школе. Что ты хотела за Щечкина? Да, мы на «ты» не переходили, Анастасия Александровна. А, на «нафига», на «нафига», что ты, за Щечкина тебе хочешь поговорить. Что ты хочешь? Значит, настраивайтесь на общение, позвоним. Ты же меня просил. Пока будем уточнять информацию по поводу, на «ты» мы не переходили. Да, мы с тобой куда не переходим. Получайте звонки все праздничные дни. За Щечку. Ну, доброго. За Щечку хочешь. Ты за Щечку хочешь? Научитесь выговаривать башни. Ага, на специальных сетях, есть ли рядом твоя жена, чтобы тебе дать... Алло. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Манимен», меня зовут Стрельников Вячеслав Сергеевич, Сергей Иванович. Сергей Иванович, слушаю тебя. Это вы, верно? Нет, это не я, верно. Да, от рождения, будь это добра, точни. Размер груди, будь любезен свой, назови, пожалуйста. Что еще раз? Размер хуя, Савилова, назови, пожалуйста. Это вы между собой там решаете? Нет, мы все решили, а от рождения у вас же будет достаточно. Да, нам размер без твоего размера хуя будет недостаточно. Я, вернее, не могли бы говорить. Нам, как раз, встретить нужен, мы кандидатов разбираем. Слышно, был вопрос. Я тебя спрашиваю. А кто звонит, раз Мане хрен звонит, по-моему у него по-моему, скорее всего. Скорее всего, ну не знаю, вряд ли вряд ли. Ну раз не называют, слушай, может быть пару сантиметров. Вот второй голод, хоть дублируется. У тебя сколько там сантиметров, миллиметров? Один кто-то мог разговаривать бы со мной. Второй голос лишний. Второй голос пишет? Второй голос пишет размер твоего хуя, который ты не назвал. А вы зачем-то беспокоитесь по этому поводу? Я говорю, мы же третий выищем. У вас помехи опять какие-то, Сергей Иванович? До от рождения будьте добры. Размер хуя будь добр, скажи. Сергей Иванович, вы разговариваете то как девушка, то как мужчина, не пойму. Развоение личности. У нас Николай Второй, Сергей Второй. С милостью Божией. Все в порядке у вас. Сейчас сегодня Страстная суббота, а мы с тобой о таких вещах разговариваем. Действительно. Да он так и не вам тоже. А вот почему он не говорит размер хуя. Ты понимаешь, сегодня Страстная суббота. Вот сегодня Страстная суббота, а ты, Паша, за три года. Я за вас уже переживаю. Да, я тоже тебя переживаю уже. Видимо, нет у тебя. Переживать у меня все хуя. Да, нет хуя. Там дырка, наверное. Дырка несколько хуя, да. Сомнения. Готов дело продолжить вообще? А ты готов размер своего хуя нажать, которого нет, кстати? Ну так и скажи, что это... Ваши помехи там... Постоянно задают один и тот же вопрос. Ты моя помеха, что ли, нет? Есть специалисты, которые могут вылечить и разговаривание личности, и интересы к подобному. Нет, спасибо, но все хорошо. Я сомневаюсь в этом. Сомневаюсь. Ладно, ожидайте тогда следующего звонка. Вам компания сообщит о своем решении. Да, жду размер хуя. Подходишь ты или нет? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Кунько. Марина Владимировна. Банк. Хом. Кредит. Анастасия Андреевна. Могу я услышать? А что мне за это будет? Мы звоним на номер телефона Анастасии Андреевны. Передайте, пожалуйста. Ну, позвони в колокол еще и скажи мне. Э-э-э-э, Анастасия, выходи, и она появится. Передайте, пожалуйста, трубку Анастасии Андреевны. Ну, и ты же не сказал, э-э-э-э, Анастасия, выходи. Ну, спросите Анастасии Андреевны. Ну, ладно, праздник сегодня так и будет. Надя, же Анастасию. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Клиникова Марина Владимировна. Банк. Хом. Кредит. Анастасия Андреевна. Я. Спасибо за то, что наше время ответить на наш звонок. Мы звоним на договор взаимодействие. Мой ответ стоит 5000. На сегодняшний день не оплату вас. Ну, часть праздника сделаю 50% 2500. Давай на карты переводи. Анастасия Андреевна, на сегодняшний день 710. Да, на сегодняшний день 2500. Необходимо внесить 25 рублей. Уже с учетом следующего еженера. С учетом скидки, да. Не перебивайте, пожалуйста. Я тебя перебила с удовольствием. Ну, жалко ты не жила, блин. Необходимо внесить 20%? Да, необходимо внесить 20%. Потому что... Анастасия Андреевна, не будем ожидать ваш платеж. Есть. Перенесешь 2500. Мы отправим к тебе везную грузку. Не надо параллельно. Сегодня 1500 рублей округляют вашего подворительства. Что мы ежедневно увеличиваем за счет начисления штрафа. Распишем весь подъезд. Напишем всем твоим родным, друзья. Вопросы-то мне какие-либо имеются? Выставим твои фотографии. Будем ожидать платеж. Как и в нее размер, Сисик? Будем ожидать вашу оплату сегодня. Будем ожидать твои 500 рублей, иначе тебе пизд. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сергей Иванович, здравствуйте. Привет. Слышите меня? Конечно. А колоть его, Сергей Иванович, можете передать трубку? Это я. Я же 6-го девушка. Это я. Громче голос. Ему трубку передайте, пожалуйста. А что ты хотел? Это компания «Умная и наличная». Меня зовут Владислав. По поводу вашей задолженности звоню. А, отлично, слушай. А почему рассылка до сих пор ВКонтакте не сделана с моим фотографиями, с фотошопом, а? Ты же мне неделю назад обещал пиздоболку. В ВКонтакте мы не работаем. Что ты пиздишь? Ну, блядь. Он нигде не работает? Не ВКонтакте? У вас 19 дней просрочек сегодня. Умная и наличная компания. Давай поднял странную жопу и сделай рассылку моих, это самое, с паспортом. Попросил мне денег. Не забудь только... Вы платник собираете, Сергей Иванович? Нет, конечно. Я жду рассылки. Могу фиксировать касса от оплаты? Нет, ты ему главное зафиксируй, чтобы рассылку ускорили. Поживей, пожалуйста. Рассылки наша компания никакие не делает. Ну, не пизди. У всех занимаются, а у тебя нет. Ну, что ты пиздишь. То есть я могу фиксировать касса от оплаты? Да, ты можешь фиксировать, но можешь вам зафиксировать, чтобы рассылку сделать? Конечно. Обязательно зафиксируй. Обязательно, да. Хорошо. От касса от оплаты фиксирую. Ближайшие просьбы. У нас что-то это самое. Махмутов звонили. И полицейские. Почаще, пожалуйста. Нам ржать не над кем. Правильно, Любовь? Я от касса от оплаты фиксирую. И Махмутов зафиксирую, чтобы звонили почаще. Долбоебина. В пайке больше веса, чем парыки. Чё себе будто парсов лалики. Скачет лёдый звук на старом корыке. Те же лица ищут запах налик. Субтитры сделал DimaTorzok